Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня я вам покажу вот такой замечательный ваттметр. Мне он очень понравился. Сейчас мы его потестируем. Я включил лампочку. Сейчас лампочка у нас здесь 7 ватт. Итак, давайте мы её включим. Включаем лампочку. И мы видим соответствие 7 ватт. Так, есть тут несколько режимов. Я включаю. Вот это у нас потребленные киловатты. Вверху у нас тикает время. Внизу у нас показывается количество дней работоспособности. Дальше 232 вольта в розетке. 50 герц. Дальше у нас показываются амперы. Внизу у нас есть смещение косинуса φ. Косинуса φ я вам сейчас покажу, что это такое. Когда он равняется 0,1, это хорошо. А вот 98 это уже идёт смещение вольт по отношению к амперам. Ну, электрики знают, что такое косинус φ. Я думаю, обычным обывателям это не нужно. Вот. Минимальное значение. Максимальное значение. Это я утюг здесь включал. Сейчас тоже покажу. Вот. А здесь можно устанавливать вот этими тремя кнопками. Стоимость. Допустим, у вас киловатт стоит 4 рубля. Ну, здесь он будет выдавать стоимость вам. Но я ими не пользуюсь. И есть кнопочка Reset. Для чего она нужна? Если вам нужно чётко замерить, сколько потребляет у вас холодильник, например, за месяц, вы нажимаете кнопочку Reset и включаете холодильник. У вас холодильник 10 минут поработал, 2 часа молчит. Снова поработал 15 минут, снова молчит. Вот. А он будет время вам считать, и сколько он сожрёт киловатт у вас за месяц. Очень удобный прибор с памятью. Даже если его отключаешь от розетки, он всё равно память держит. У него стоит внутри мини-аккумулятор, который заряжается отсюда же. Так, следующее. А, ну всё остальное идёт по кругу. То есть все функции соответствуют. Так, выставляю снова на ваты. Вот, 7 ватт. Выключаю и включаю телефон. Значит, вот этот телефон я сейчас включаю. Значит, покажу я вам косинус фи как раз. Так, вот началась зарядка. Так, и по косинусу фи. Значит, телефон в данный момент потребляет 2,5 ватта. 2,6. Ну, чем больше он заряжается, тем меньше количество ватт он начнёт показывать. Значит, вот покажу вам косинус. Значит, все зарядные устройства от телефонов, любых других, они, видите, косинус фи у него сместился. 0,42. А, разница. Вот, меняется, видимо. Он смещается. Почему он смещается? Да потому что у него конденсатор стоит. Вот у него 220, дальше идёт конденсатор и получается реактивка. Качает реактивку. Для приборов это вообще нехорошо. Но это хорошо, что этот прибор умеет это считать. Потому что далеко не каждый ваттметр это умеет делать. Вот. Ну и самое вкусное. Я включил этот утюг. Так, выставим снова на ваты. Так. И включим утюг. Так, я утюг зарядил в максимум. Вот. У нас сейчас потребление 1 киловатт 675 ватт. Вот. Утюг тут заработал. Вот. И давайте я пройдусь по всем режимам. Значит, вот они киловатты. Вот они тикают. Причём серьёзно начинают тикать киловатты. Суммарные. Вольтаж. Ампераж. Достаточно серьёзно. Вот. Единица. Это вообще хорошее потребление. Максимальное потребление утюгом. А, нет. Всё равно меняется. Вот и всё. Да, кстати. Так. Выключу его. Значит, вот у меня есть 3 свободных устройства. Ребята, если кому-то нужно, то заказывайте. Внизу я дам номер телефона. Свой собственный. Значит, жду звонков, если кому-то нужно. У меня идёт ещё одна партия таких устройств. Так что, жду звонка. Удачи вам. Ставьте пальцы вверх. По деньгам договоримся. Этот ваттметр я долгое время тестировал. И пришёл к выводу, что это самый лучший прибор из тех, что мне попадались на моём пути. Все соответствия отображения цифровых значений соответствуют номинальным.